Город засыпается, просыпается, казенная заимка, чтобы набрать воды. Ольга Волкова уже шестое лето подряд ведет ночной образ жизни. Стирает, моется, поливает огород после полуночи. Когда появляется вода, во все остальное время ее просто нет. Воду приходится запасать бочками, но, естественно, пить ее нельзя. Приходится закупать, и только на то, чтобы напоить семью, уходит около трех тысяч рублей за лето. А еще надо мыться и поливать огород. В восемь встаешь, утра и воды тоже нет. Как вам такой сюрприз в восемь утра? Ну, конечно, не очень приятно, и поэтому охота, чтобы как-то все-таки город задумался над нашей проблемой. Мы все-таки люди, и нам охота тоже жить в комфорте, а не запасаться, как в какой-то средневековье. Поэтому, ну, не знаем уже, куда обращаться. Это не есть, наверное, по-человечески. Мы же тоже люди, у нас есть дети. Охота прийти домой, принять душ и лечь отдохнуть. Я почему должна ждать 12 часов или часа ночи, чтобы был напор. В казенной заимке проживает около шести тысяч жителей. В жаркий сезон воды лишается половина. Дело в том, что многотысячный поселок обслуживает лишь одна водонапорная башня, которая не справляется с нагрузкой. А в прошлом году на ней произошло еще и ЧП, из-за чего три дня жители были вообще без воды. Это вызвало настоящий бунт в поселке. Тогда власти пообещали решить проблему. Построить дополнительный крупный резервуар на водозаборе. Но обещания остались лишь на словах и у нас в архиве. По итогам конкурсных процедур определена подрядная организация на проектирование и строительство резервуара питьевой воды как раз на этом водозаборе объемом 500 кубических метров. При строительстве такого резервуара проблема нехватки питьевой воды, она, собственно говоря, будет решена. Подготовлено техническое задание для проведения электронного аукциона на определение подрядной организации для проектирования, собственно говоря, вот этого водозаборного узла, куда входит увеличение накопительных емкостей для питьевой воды. Это тот самый резервуар? Два резервуара. Это будет по 500 кубических метров. В прошлом году подрядную организацию определили, а в этом почему-то вновь определяют. А на вопрос, как так получилось, чиновники отвечают. Было огромное количество работ, которые необходимо было завершить до того, как приступить уже к проектированию. Но люди больше не верят чиновникам. Жители уверены, что если так долго решается вопрос с проектированием, то само строительство может затянуться на долгие годы. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.